Добрый день, уважаемые коллеги. Очень интересная секция. У меня даже есть вопросы. Я не знала, как их задать предыдущим ораторам. Если позволите, я его задам после своего собственного заклада и своего представления. Он будет посвящен, поскольку я работаю в детской клинике, в онкологической, соответственно, он будет сконцентрирован на особенностях диагностики гемобластозов у детей и подростков. Все мы сегодня уже с вами говорили, мы прекрасно знаем, что у человека диагностика сейчас гемобластоза, в частности лимфом и особенно лимфогранулематоза, лимфом Ходжкина, она в основном у нас принят золотой стандарт, такой как ПЭТ-КТ с глюкозой, и мы его считаем таким абсолютно стопроцентным базовым методом для диагностики лимфом Ходжкина, как минимум, но и ряда целых других заболеваний, в том числе и солидных опухолей. Собственно, с этим будет связан мой последующий вопрос по окончании моего доклада, который комбинируется с компьютерной томографией всех пораженных областей, в том числе с внутривенным контрастированием, что делается и для первичной диагностики, оценки распространенности. И в качестве промежуточных исследований после проведения химиотерапии, несколько там тех или иных количеств курсов, между выполнением ПЭТ-КТ, когда мы констатируем стабилизацию процесса или положительную динамику, или исчезновение лимфатических узлов внутриорганных и внеорганных экстрамодулярных поражений. Но все эти методики, особенно в детстве, мы понимаем, что сопряжены с достаточно высокой лучевой нагрузкой. Как бы мы ни говорили, что нам это необходимо, нам это надо, мы все понимаем, что количество лучевой нагрузки на пациента с каждым годом возрастает. Тем более оно возрастает, и тем более оно может быть чувствительным у детей младшего возраста и у подростков в том числе. И мы видим с вами, что вообще у нас ионизирующие методики диагностики преобладают над неионизирующими. И все гибридные методики, они все равно у нас идут с лучевой нагрузкой, и мы понимаем, что сейчас у нас пациент получает, а если у нас лечится и продолжительно наблюдается долго, то, соответственно, он за свою жизнь получает много-много лучевой нагрузки как в расчете на год, так и на свою последующую жизнь. Мы знаем, что, конечно, тут есть и не медицинская нагрузка, ионизирующая, но она тоже увеличивается с каждым годом. Мы прекрасно должны понимать, что излечивая наших пациентов, особенно маленьких, мы все-таки рассчитываем, что они у нас будут здоровыми, способными к репродуктивной функции, и поэтому особенно мы, конечно, должны на это обращать внимание, на уровне лучевой нагрузки у детей и подростков, которые получают лечение от онкологических заболеваний, и в перспективе будут излечены. И несмотря на то, что это такая непопулярная тема, тем не менее, появляются, существуют, с такой периодичностью появляются статьи, которые пытаются вычислить традиционные риски от тех или иных модальностей. Здесь я представила, ну, такой вот небольшой спектр. Хотя, говорю, еще расскажу, таких статей немного, тем они популярны, да, потому что мы хотим делать больше, мы хотим делать научные работы, сравнивать два метода, и, конечно, в этом смысле мы, в смысле обследуя детей, мы должны быть осторожны, да, мы ограничены, скажем так, ограничены в сравнительных каких-то методиках для оценки эффективности того или иного, чувствительности, специфичности того или иного метода. И, конечно, мы должны все-таки ориентироваться на минирующий метод. Но мы знаем, что в стандарт, все равно у нас стандартам тоже остается компьютерная томография, томография всех, по сути, всего тела, да, за исключением, может быть, головного мозга. И мы прекрасно понимаем, что это достаточно высокая лучевая нагрузка, хотя мы получаем прекрасную информацию, мы с вами видим увеличенные, исполучаем увеличенные лимфатические узлы средостейния, тимус, мы видим внутриорганные поражения, и особенно при исследовании с внутривенным контрастированием мы с вами понимаем, что тканевая контрастность рентгеноренологических методик без внутривенного контрастирования, конечно, невысока. И вот мы прекрасно, вводя контраст, мы прекрасно с вами видим поражение в том числе поджелудочной железы и поражение внутригрудных лимфатических узлов у данного пациента и периферические лимфатические узлы с обеих сторон. Поэтому мы с вами прекрасно понимаем, что эта методика все равно сохранится, останется, и у нее очень большое преимущество, потому что она быстрая, в отличие от, например, магнитно-резонансной грандики. И еще один пример, там, неходжкинская лимфома, которая тоже мы прекрасно видим с вами поражение, опять же, ниже диафрагмы, брюшная полость, видим большой исходящей стенки желудка, массив патологических тканей, поражение головки поджелудочной железы, матки в том числе, и поражение поражение паранхематозных органов, в частности, печени, поражение легких, все за одно исследование, поражение плевры, легочной ткани еще раз, да. И мы прекрасно понимаем, что эта методика все равно, скорее всего, сохранит свое существование, право на существование, несмотря на то, что она, безусловно, имеет высокую училую нагрузку, и особенно в контексте тексте последующего контроля за лечением и последующих наблюдений на протяжении жизни пациента. Хотя я являюсь, конечно, апологетом применения в детстве неонизирующих методик, и мы в нашем лечебном учреждении стараемся этому следовать, и они неоспоримы не только из-за отсутствия ионизирующего излучения, а за счет еще очень высокой тканевой контрастности изображения магнитно-резонансной томографии. И даже на бесконтрастных исследованиях мы можем с вами получить аналогичную информацию, то есть, что мы получаем, например, при ПЭТ-КТ с контрастей, да, ПЭТ-КТ дополнение контрастирования. И вот в ряде случаев нам вообще нет необходимости применять контрастный препарат, чтобы также снижать нагрузку на почки пациента, потому что мы тоже знаем, что многократное введение контрастного препарата вряд ли хорошо скажется на состоянии почечного нефрона. Кроме того, как уже говорили тоже на предыдущем, нам представитель General Electric рассказывал, что мы уже перешли о том, что мы оцениваем опухоль не только визуально, да, как картину, но и на клеточном уровне, и функционально. И, соответственно, вот эти, можем оценить при введении контрастного, с помощью контрастного препарата косвенно оценить метаболизм опухоли, да, потому что каждая опухоль, высоко пролиферирующая опухоль, она будет потреблять, безусловно, больше, да, будет развиваться патологическая сосудистая сеть, будет повышен приток крови, естественно, метаболитов необходимых опухоли для ее жизнедеятельности. И, естественно, мы будем видеть увеличение накопления контрастного препарата, приток, в том числе, да, крови в пораженные, ну, в пораженные органы, например, да, или пораженный лимфатический узел. И, кроме того, возможность получения изображения всего тела за умеренный, пока он еще достаточно большой временной промежуток, который зависит от, по сути, от роста пациента, от его возраста, да, потому что мы получаем это последовательно. Несколько этажей там, да, изображения, это, там, голова-шея, брудная полость, брюшная полость вместе с тазом, конечности. И мы только здесь ограничены длиной катушки, встроенной в стол, и в том числе набора катушек, которые у нас есть для того, чтобы выполнять такую методику, как МРТ всего тела. Пока еще это, конечно, длительная процедура, и вот очень бы хотелось, чтобы в этом смысле как-то скорость сканирования повышалась при магнитно-резонансной томографии, потому что лежать, конечно, пациенту приходится до часа. В нашем институте еще в 16-м году моим однофамильцем была проведена, была защищена диссертация кандидатская о роли магнитно-резонансной томографии всего тела в диагностике и оценке эффективности лечения лимфомы Котчкина, и были показаны высокие результаты, сопоставимые с ПЭД-КТ, больше даже в смысле специфичности, нежели в чувствительности при первичном, хотя они стремятся к 100%, в КТ с внутривенным контрастером чуть ниже, МРТ фактически составляет 100%, и точно то же самое касается оценки эффективности проводимого лечения. Это результаты совершенно сопоставимы. И не только мы этим, естественно, занимались, занимаются этим, есть статьи и в зарубежной литературе, их не так много, но и немало, которые тоже подтверждают высокую чувствительность, информативность, специфичность, в том числе метода МРТ всего тела, включая диффузионно-взвешенные изображения всего тела, и сопоставляют, считают, и придется дискуссия, может ли МРТ всего тела заменить КТ с внутривенным контрастированием, в том числе ПЭТ-КТ, и приходит вывод, что да, может, в перспективе. Но еще раз обращаю внимание, что пока это все-таки гораздо более длительное исследование, даже чем ПЭТ-КТ. Мы используем вот такой протокол, если кому-то интересно, в основном делаем две последовательности. это какой-то Т2 протокол, мы используем стир с подавлением сигнала, это может быть Т2 с подавлением сигнала от жировой ткани в коронарных проекциях, и диффузионно-взвешенные изображения, соответственно, с двумя B-факторами для последующего построения 3D-карт, 3D-реконструкции EDC-карт, если нам не это необходимо, ну, в плане, например, оценки динамика. И, как мы видим, обе последовательности высокоинформативны и, в общем-то, сопоставимы по результатам при первичной диагностике, в частности, здесь представлена мелодия саркома. Мы видим с вами мелодии инфильтраты, которые характерны для этой патологии, множественные, да, и в мягких тканях спины, правого плеча, в мягких тканях бедра с обеих сторон, в голенях, в икроножных мышцах. И мы видим, что здесь, что в Т2 гиперинтенсивные вот эти инфильтраты видны прекрасно, и прекрасно на изображениях мы их диагностируем, дивизуализируем и на диффузионно-взвешенных изображениях с реконструкцией последующих. Пример неходшкинская лимфома, где мы тоже с вами очень хорошо видим поражение, в том числе костной ткани, это мы правая половина нижней челюсти, правая подвздошная кость, и поражение костного мозга, повышение сигнала от костного мозга, от костного мозга их пространств обеих бедренных костей. Мы видим тоже деструкцию, такое повышение сигнала патологическое в левой большеберцовой кости, и мы видим поражение почек множественное. Чем хорош еще методика, что уже на этапе проведения МРТ всего тела мы можем необходимые зоны дополнить аксиальными срезами. Мы с вами видим прекрасно множественные узлы на диффузионно-взвешенных изображениях и в Т2-взвешенных изображениях множественные узлы, свидетельствующие о поражении обеих почек лимфомой в том числе. Это единственное проявление у пациентки по поражению паренхематозных органов. Лимфатические узлы у нее тоже были не поражены. И вот такое еще обращаем внимание, что обычно на EDC-карте мы видим выраженные ограничения диффузии с низкими значениями EDC, что является, в общем-то, таким характерным признаком неходжкинской лимфы. И чувствительность, как я уже говорила, чувствительность Тирма или последовательность Т2 с подавлением сигнала от жировой ткани диффузионно-взвешенных изображений, она сопоставима. И, в общем-то, для просто депостановки диагноза может даже и не потребоваться дополнительный какой-то из методов. Можно ограничиться одним. Мы, правда, выполняем обе методики. Ну, думаем, что в будущем она нам пригодится для оценки, так сказать, для оценки полученных изображений, какой-то ретроспективный анализ. И очень полезна данная методика для динамического контроля при лечении неходжкинской лимфомы здесь, в частности. Мы видим с вами, что здесь имеется множественное полиорганное поражение. Это поражение плевры, мы видим с вами хорошо. Это поражение костного мозга, это поражение костного мозга с деструкцией компактного вещества кости. Это бедренные, подвздошные левые, подвздошные правые, подвздошные кости. То есть мы видим такое массивное, тотальное поражение при неходжкинской лимфоме. Грудина, ключица. И нам очень с вами удобно сравнивать все это, не проводить отдельные какие-то методы, не проводить компьютерную томографию, которая практически у нас будет в кате всего тела. И за одно исследование мы с вами получаем, это тот же пациент, после проведенной терапии мы видим выраженное сокращение, выраженную положительную динамику и остаточные какие-то участки некроза, которые мы единичные с вами локализуем, видим, визуализируем при последующем исследовании. Благодаря успехам химиотерапевтов, лучевых терапевтов, вообще комплексной терапии опухоли у детей и подростков мы пришли к тому, что мы стали излечиваемых пациентов, стали сталкиваться с повторными опухолями. Как правило, это обусловлено, немножественные опухоли у пациентов таких генетическими мутациями в различных генах. Есть разные синдромы, которые отвечают за проявление тех или иных морфологических видов опухоли у одного пациента на протяжении жизни. И, соответственно, излечивая пациентов от одного опухолеобразования, мы видим пациентов с другими опухолями, как в данном случае мальчик 16 лет, который уже к 15 годам успел переболеть дважды, дважды излечиться, получить полный курс химиотерапии с ремиссией по излеченным заболеваниям. Но, тем не менее, этот ребенок опять поступил к нам, подросток, с образованием мягкотканным и жалобой на боль в правом плече. Мы видим с вами изменения в лопатке, в правой, и не только, и в кресце, и в мягких тканях, и в костном мозговом канале левой плечевой кости. И у этого пациента был где-то в 16 лет диагностирован, диагностированная неходшинская лимфома. И опять же мы повторяем этому пациенту, пациент получает лечение, и на фоне проводимой терапии мы видим сокращение, уменьшение или как минимум исчезновение или уменьшение в размерах белым здесь пунктиром оказанных тех очагов, которые мы видим с вами, и участков, которые мы видели с вами на предыдущем слайде. Но в то же время мы видим с вами такую ножницу в виде картины. Мы видим с вами появление поражения костного мозга в бедренных костях в частности, в каких-то инфильтратах в правой мягких тканях ягодичной области. Мы видим дополнительно, появляется какая-то переостальная реакция в области левой лопатки. То есть те очаги, какой-то участок в мягких тканях левого плеча. И мы с вами понимаем, что это достаточно странная картина. С одной стороны, у нас есть выраженная положительная динамика при лечении нехочекинской лимфомы с сокращением изменений, с выраженным положительным эффектом в то же время дополнительные очаги. И мы предполагаем, что у этого пациента может быть еще одно заболевание, как еще дополнительная опухоль. И это подтверждено, пациент прогрессирует до острого лейкоза, к сожалению, погибает. Но я хочу сказать, что именно такая методика позволяет нам за одно исследование получить очень много информации и уже предполагать, что дальше делать пациенту, как его обследовать. Все за одно исследование. У нас нет проблем поставить диагноз лимфомы Ходжкина или другого лимфопролиферативного заболевания, когда у нас есть с вами множественные очаги, когда у нас есть модулярные надальные поражения, экстранодальные поражения, когда мы все это видим в комплексе. А когда мы видим с вами поражение, например, изолированное поражение, например, мягких тканей, как здесь, в данном случае, в области таза, то, конечно, на основании только вот такого единичного проявления заболевания нам с вами бывает сложно поставить диагноз. И в таких ситуациях мы даже, когда к нам приходит пациент, редко когда первичный диагноз звучит как подозрение или направляющий диагноз как подозрение на лимфопролиферативное. Это какое-то объемное образование в брюшной полости. И вот в такой ситуации, конечно, мы не сразу подумаем о том, что это может быть лимфома, хотя мы всегда стараемся об этом помнить, потому что мы знаем с вами, что у лимфом вообще есть огромное количество масок. И при проведении магнитно-резонансной томографии мы тоже с вами получаем, в общем-то, достаточно большое количество информации. И самое главное, что, в общем-то, по нашим наблюдениям для большинства, в большинстве случаев лимфом, у нас характерна такая диссоциация между умеренным накоплением контрастного препарата, как здесь указано, в патологических массах, в объемном образовании, и очень низкой коэффициентов диффузии, 500-600. Что является, вот такие выраженные ограничения диффузии, низкие значения КД являются достаточно характерными, в основном, чаще всего, характерными для неходшкинской лимфомы и могут использовать как дифференциальные диагностические критерии. А если мы с вами видим поражение, изолированное поражение придатка яичка, как на данном наблюдении представлено, то мы, конечно, с вами тоже не всегда подумаем о том, что это неходшкинская лимфома, но, опять же, мы должны держать это по голове, потому что, как уже говорили предыдущие докладчики, это может быть поражение где угодно, чего угодно, органные, внеорганные инфильтраты. И вот на ультразвуковом исследовании Екатерина Викторовна нам показывала, что, как правило, лимфомы в такую острую пролиферативную фазу характеризуются крайне высоким кровотоком. И еще реже, конечно, мы будем думать с вами, например, о поражении даже не лангенгамсоклеточным гистеоцитозом, а синусовым гистеоцитозом, который встречается исключительно редко, крайне редко, так называемая болезнь Роза и Дорфмана. У этого пациента при пальпации, где-то на диспансеризации еще в маленьком возрасте, в детском возрасте, было выявлено хирургом уплотнение в мошонке, в правой половине мошонки. И мы видим с вами дополнительные массы, которые, может быть, и связаны с яичком, достоверно здесь сказать невозможно, но, тем не менее, мы видим дополнительные ткани. Мы, честно говоря, при наличии такого достаточно интенсивного кровотока предположили, что не подумали, конечно, о гистеоцитозе, не подумали о лимфоме, мы подумали о, может быть, гемангиоме, какой-то варианту смешанной мальформации, может быть, там, лимфатико-венозной. И, опять же, мы видим, что все-таки при лимфопрофилеративных заболеваниях, мы, как правило, с вами видим такую в острую фазу пролиферации, видим интенсивный кровоток, что характерно для гемагластозов достаточно часто. И у нашего пациента не было проявлений, которые выше, ниже указаны на слайде, не было никаких проявлений, которые могли нас натолкнуть, так сказать, чтобы мы подумали в эту сторону. Тем не менее, мы тоже должны понимать, что это может быть самое разнообразное проявление данного заболевания. И, как уже говорилось, для того, чтобы сопоставить правильный диагноз, мы должны знать, что такое вообще встречается и бывает. И в данной ситуации, при таких изолированных поражениях, конечно, нам достаточно только ультразвукового метода, если у нас есть изменения, то единичные, на периферии, и никаких дополнительных методик нам, безусловно, не нужно. Этот пациент был у нас прооперирован, соответственно, им был выставлен вот такой диагноз, и мы имеем такое тоже нечастое наблюдение, скажем. Гистеорцитоз, с моей точки зрения, это, наверное, такой самый хитрый маскировщик, и может маскироваться под что угодно. И если даже, исходя из моего опыта, наверное, чаще всего, если я ошибаюсь, то я ошибаюсь именно, наверное, чаще всего с гистеорцитозом, как вот, например, представлено в данном примере. Мы, честно говоря, ну, хотя бы в дифриат мы поставили гистеорцитоз, честно говоря, мы могли подумать и про нейробластону крестцового отдела, видеть, что опухоль такой, создается впечатление, что она расположена, да, в дистальных отделах крестцового канала, выходит такой, располагается пресакрально, разрушает два позвонка, как минимум, да, крестцовых. В общем, вот такая тоже картина. Опять же, мы видим с вами при внутривенном контрастировании достаточно слабое накопление контрастного препарата и выраженное ограничение диффунзии. Таким образом, для гистеорцитоза в такую острую пролиферативную, да, фазу нелеченную мы тоже можем с вами видеть, а мы знаем, что он имеет, часто может протекать волнообразно. То есть вот на фоне такой интенсивной пролиферации с высоким сигналом диффузионно-взвешенных изображений мы видим выраженное ограничение диффузии с низкими значениями КД. И тоже такое необычное единичное наблюдение, когда у пациента очень небольших размеров определяется деструкция лобной кости. И у данного пациента имеются какие-то жидкостные включения. Мы, честно говоря, думали о наличии какой-то дермоидной даже кисты, а гистеорцитозе не подумали, потому что, и как вы видите, ограничение диффузии здесь невыраженное, и слабо накапливает контрастный препарат, и имеется хоть и коэффициент ограничения диффузии, и DC, да, измеряем коэффициент диффузии достаточно высокий, тысяча, да, и даже на каких-то участках несколько больше. Но вот он тоже, гистеорцитоз тоже может маскироваться и в такой ситуации, это подтвержденный, естественно, диагноз. Поэтому мы должны помнить, что маски у этого заболевания могут самые разнообразные. И я показала вот такое разнообразие проявлений локализации и даже и признаков. И это говорит о том, что выработать, конечно, единый какой-то подход, алгоритм, диагностики такого разнообразного проявления данных заболеваний, гемобластозом, в общем-то, конечно, очень сложно. Это очень простая задача. И хочу сказать, что все больше и больше появляется попыток проводить какую-то корреляцию между, например, уровнем пролиферации КИ-67 при лимфомах, злокачественных лимфомах и находить корреляцию между коэффициентами измеряемой диффузии. Это, конечно, еще все требует какой-то разработки дальнейшего изучения. Немножко коронавирус как-то людей, исследователей отвлек немножко в сторону другую. Но я надеюсь, что сейчас все это вернется и появится больше публикаций на эту тему. То есть за этим будущее. И в перспективе уже сейчас появились такие методики на магнитно-резонансных, у разработчиков магнитно-резонансных программ. И эти методики, они уже позволяют нам не только качественно оценивать, но и количественно подсчитывать, например, изменение коэффициента измеряемой диффузии автоматически, естественно, на множественных срезах и тем самым вычислять объем, можно так условно сказать, опухоли или измененной ткани, измененного сигнала, например, вот как здесь показано в костном мозге. Это используется для солидных опухолей, но это может использоваться и у пациентов, например, с поражением костного мозга при ликозах, гемогластозах и так далее. Соответственно, вот эти методики позволяют в последующем строить такие вот кривые и вычислять площади под кривыми. Таким образом, мы уже с вами от качественной оценки переходим в более количественные оценки, что приближает нас как-то более точно, более убедительным данным, более убедительным ответом на запросы клиницистов. И в заключение я хочу сказать, что с моей точки зрения, с точки зрения моих коллег, конечно, у детей и подростков мы должны все-таки стремиться к внедрению все больше и больше мненизирующих методик. Не забывая, конечно, о том, что прежде всего это позволяет нам сократить и сроки обследования, и количество наркозов у детей маленькие, если они у нас до 5 лет и младше. И сама по себе методика это очень высоко чувствительная и для в случае первичного установления диагноза и стадирования, и для оценки эффективности терапии и последующего контроля. И, естественно, мы надеемся на то, что нам предложат разработчики программ дополнительные методики, когда мы сможем получать информацию о клеточной опухоли и другую дополнительную информацию о дополнительной опции в смысле функционального МРТ. И я думаю, что у этих программ и у этого метода очень большое будущее. Благодарю за внимание. Продолжение следует...